Всем привет! Сегодня пеку достаточно простой хлеб на закваске и, как обычно, делюсь с вами рецептом. Попекать мы будем небольшую булочку весом примерно 700 грамм. Получается этот хлеб очень вкусный, с тонкой хрустящей курочкой, с хорошим гребнем и очень мягким приятным мякишем. И, как всегда на своем канале, я делюсь максимальными подробностями так, чтобы у вас все получилось. Сегодня на кухне у меня немного прохладнее, чем обычно. Это почти 23 градуса по Цельсию или 73 по Фаренгейту. Поэтому воду я беру чуть теплее. Это практически 29 градусов по Цельсию или 84 по Фаренгейту. Вливаем в воду в общую миску. Всего воды здесь у меня сейчас 240 грамм. Сюда же в миску добавляем закваску. Закваски нам понадобится 70 грамм. Не так много, но булочка у нас маленькая, поэтому закваски совсем чуть-чуть. Хорошая закваска здесь понадобится на пике. Это пшеничная закваска 100% влажности. Закваска на пике всегда будет плавать над поверхностью воды, если вы добавляете ее в чашку с водой. Сюда же добавляем муку. Муки у меня по рецепту идет 350 грамм. Я использую белую муку либо высшего сорта, либо можно использовать первого сорта. Конкретно у меня здесь это мука общего назначения. Белок в этой муке 11.7%. Перемешиваем все наши ингредиенты буквально до увлажнения муки. Сначала я это делаю просто вилочкой, потом вилочку я убираю в сторону и перехожу на вымешивание руками. Всего на этом этапе на вымешивание уходит 3-5 минут, не больше. Нам нужно буквально объединить все ингредиенты. Пару слов по поводу температуры комнаты и воды. Температура, которую я показываю в видео, это примерные температуры. Если у вас дома жарче, берем воду более прохладную и если наоборот холоднее дома, то берем воду более теплую. Все, тесто у меня практически готово. Посмотрите, какое оно липкое. Она все еще очень липкая, прилипает к рукам. На данный момент я его закрываю крышкой и оставляем его полежать на 30 минут при температуре 26 градусов по Цельсию или это примерно 79 по Фаренгейту. Тесто у меня полежало и отдохнуло. Сейчас оно практически никак не изменилось внешне. Самое время добавить соли. Ставлю я снова чашку свою на весы и добавляю соль. Вес соли 8 грамм. И также нам нужно добавить дополнительную воду сюда для растворения соли и также для того, чтобы еще больше увлажнить тесто. Сюда вода у меня ушла 20 миллилитров. Дополнительно 20 миллилитров комнатной температуры воды. Еще раз повторю, 8 грамм соли и 20 миллилитров воды. Продолжаем вымешивать наше тесто. Тесто стало очень гладкое, эластичное, податливое и очень мягкое. Оно уже не сильно прилипает к рукам. Вода и соль хорошо впитываются и на данном этапе нам нужно его повымешивать немного. Общее время вымешивания после добавления соли и воды 10-15 минут. Прям ставьте таймер и вымешивайте. Это очень важно для создания текстуры хлеба. Сейчас снова тесто накрываем крышкой. Оставляем его отдыхать на 2 часа при температуре 26 градусов по Цельсию или 79 по Фаренгейту. И в течение этих 2 часов, каждые 30 минут, мы будем делать ему растягивание и складывание. На данный момент вы на экране можете видеть, у меня уже прошло 30 минут. И мы будем делать ему первое растягивание. Для этого я рядом с собой поставила маленькую чашечку с водой. Обычная вода просто из-под крана. Опускаю туда свои пальцы, смачиваю, иначе тесто прилепнет. И начинаю вытягивать края теста и складывать их на тесто в серединку. Ну или можно с нахлёстом. И поворачиваем так чашку несколько раз до тех пор, пока тесто само ещё тянется. Вот пока оно тянется, мы тянем. Рвать тесто сильно и тянуть его до такой степени, чтобы оно распалось на куски, не нужно. Накрываем снова крышкой и снова убираем на 30 минут. Второе и третье растягивания я показывать не буду. Они абсолютно идентичны. Покажу вам четвёртое растягивание. И то только потому, что тесто изменилось. Хочу показать вам, как оно изменилось. Сейчас на поверхности вы уже можете видеть небольшие пузыри. Тесто стало более тягучее, более мягкое, хорошо тянется. И на данный момент, в принципе, можно делать складывание вот таким способом. Снова смачиваю пальцы своей подой и буквально по одному пальцу с боков проталкиваю под тесто. Тесто само свисает под своей тяжестью и как бы складывается снова и снова. Здесь очень важно именно складывать и растягивать, а не вымешивать. Округляю тесто, насколько это возможно. Оно очень приятное на ощупь, получилось такое мягкое, нежное. И снова накрываю его крышкой и оставляю на общую ферментацию на 3 часа. У меня оно ферментировалось при температуре, опять то же самое, 26 градусов по Цельсию и стояло 3 часа. Или до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме, примерно на 30%. Через 3 часа тесто мое выглядит вот таким образом. Это тесто очень мягкое и очень липкое, поэтому выкладываем его на муку, прям обильно присыпаю ее поверхность. И начинаем делать предформовку. Складываем края теста с нахлёстом друг на друга и сворачиваем это все в рулет. Затем нам нужно немного округлить заготовку до тех пор, пока не натянется поверхность. Если нужно, немножечко смахните муку в сторону на этом этапе. И начинаем подтягивать тесто вот такими движениями, как бы толкая тесто от себя и потом тянем к себе. Как только поверхность теста натянулась, накрываем его снова чашкой и даем ему отдохнуть еще 30 минут. Здесь, не удивляйтесь, я делаю второе тесто. У меня это тот же самый рецепт, только я часть муки белой заменила немного на цельнозерновую. Тот же самый рецепт, абсолютно просто хотела вам показать немножко другую формовку, потому что буду делать его в круглой форме. Также для припыления корзинок я использую вот такую муку. Кому интересно, это индийская мука, рисовая мука. Если есть возможность у вас приобрести рисовую муку, прям очень сильно рекомендую использовать именно ее для влажного теста. Иначе это тесто очень хорошо прилипает к корзинкам. Если у вас рисовой муки нет, то тогда обильно используйте пшеничную, прям очень обильно присыпьте ваши корзинки, иначе тесто прилипнет. Таким образом я сейчас формую вторую заготовочку, которую у меня на цельнозерновой муке. Я ее делаю круглую. Для этого все края я потянула к центру и снова округляю, формируя такую кругленькую заготовочку. Если кому вдруг интересно, то для второй заготовки с цельнозерновой муки я буквально заменила 40 грамм белой муки на цельнозерновую. А все остальное абсолютно одинаковое. И вся рецептура, и техника тоже одинаковая. Если тесто выбродило хорошо и хорошо сформировано, то на поверхности у теста после формовки образуются вот такие пузырики. Если пузыри слишком большие, их можно лопнуть, все остальные маленькие пузыри не трогайте, они должны оставаться, это воздушность вашего хлеба. Продолжаем оформлять заготовочку, подсыпаем муку по необходимости, потому что тесто по-прежнему липкое. Ну и все, перекладываю круглую заготовку в круглую корзину, сверху присыпаю ее немного мукой и накрываю пищевой пленкой или пакетом, у кого что есть. И можно убирать в холодильник. Температура холодной ферментации в холодильнике 4-5 градусов по Цельсию или 42-41 градус по Фаренгейту. Теперь у меня осталась вторая заготовочка, это белый хлеб. Также подхватываю я его шпателем, это тесто переворачиваю на муку и теперь сворачиваю вот таким образом. Сначала с нахлёстом края теста накидываю друг на друга, а затем заготовку сворачиваю рулетом. Подтягиваем также немножко теста, заготовочку, чтобы натянуть его поверхность, потому что хорошее натяжение это хороший гребень. И защипываем все края со всех сторон, и сбоку, и сверху, и с другого боку также. Тесто по-прежнему очень липкое и проще всего опять-таки использовать широкий металлический шпатель, чтобы подхватить тесто и переложить хлебушек в корзину. Сверху я этот хлеб также присыпала мукой, посмотрите какой он мягкий и нежный. И накрываем его пленочкой и также убираем в холодильник до утра. Этот хлеб у меня будет стоять примерно 15-20 часов в холодильнике, температуры я уже сказала. У меня уже наступило утро, и духовка моя разогревается и греется вместе с чугунной кастрюлей, а пока подготовим хлебушек. Хлеб я только что вынула из холодильника, он холодный, сейчас посмотрим, как он выйдет. Хлебушек вышел хорошо, свою форму он держит, не расплывается, и это хороший знак. Посмотрите, какой хороший. Сильно много муки нет, но все равно стряхну излишки и делаем надрез. Надрез проще всего делать лезвием, делаем его достаточно глубокий, около 1 см под косым углом. Делать проще всего это лезвием, специальные лезвия для хлеба продаются. И сверху снова я хлеб опрыскиваю немножко водой. Кастрюля моя уже нагрелась и духовка нагрелась, хлеб перекладываю на пергаментной бумаге прямо в кастрюлю. По желанию в кастрюлю также можно добавить 2-3 столовые ложки горячей воды на донышко под бумагу и поставлю кастрюлю выпекаться. Температура духовки здесь у меня 250 градусов по Цельсию или 482 градуса по Фаренгейту. И выпекать мы будем под крышкой сначала 20 минут, а затем крышку нужно будет снять и допечь хлебушек еще 5-10 минут. Допекаем этот хлеб при той же самой температуре. В этом рецепте 1 температура выпекания и общее время выпекания 30 минут. Первый хлебушек у меня приготовился, посмотрите как хорошо он раскрылся. Очень хороший небольшой хлебушек. Еще раз повторю, масса примерно 690 грамм. И теперь поставлю выпекаться тот же самый, только с цельнозерновой мукой, круглый хлебушек. Все повторяем то же самое, единственное я хотела показать вам разрез, как я делаю так, чтобы круглый хлеб тоже раскрылся хорошо. Обычно очень хорошо раскрывается стандартный разрез крест-накрест. Вот таким образом, также лезвие я погружаю достаточно глубоко, примерно на 1 см. Также спрыскиваю все это водой и выпекаю таким же образом. 20 минут под крышкой и потом 5-10 минут без крышки. И вот такой результат у нас получается. Это удивительно, как из такой маленькой лепешечки теста получается такой красивый пышный хлеб. Смотрите, какой он красивый и румяный. В итоге у нас получилось 2 булочки. Еще раз повторю, это белая булочка. Хорошая корочка, хороший звук. Сверху все блистеры на месте. Корочка очень тоненькая получилась, при этом хрустящая. А внутри этот хлеб очень мягкий. А это с добавлением цельнозерновой муки. Тоже симпатичный хлеб, неплохо поднялся. Тоже хороший стук. Небольшой хлебушек. Тоже очень мягкий внутри. И еще раз повторю, что все ингредиенты по этому рецепту, который я вам показывала, они рассчитаны на одну булочку хлеба. Вторую я вам показываю просто так, я ее делала отдельно. И теперь давайте разрежем хлебушек и посмотрим, какой он внутри. Смотрите на этот мякиш. Хорошие равномерные поры. Со всех сторон по хлебу хлеб очень хорошо поднялся, пышный. Посмотрите, какой он мягкий. Пористый. И обратите внимание, какая тоненькая у него корочка. В общем, всем рекомендую попробовать этот хлебушек по этому рецепту. И если у вас еще остались какие-то вопросы, на все вопросы я, как всегда, отвечаю под видео в комментариях. Продолжение следует...